11,9% – новый рекордный уровень инфляции в России. Об этом по итогам 2022 года сообщил Росстат. Это рекордное значение с 2015-го. Правда, был еще скачок инфляции – почти 18% весной прошлого года. Так рынок отреагировал на полномасштабное вторжение Федерации в Украину и введение первых пакетов антироссийских санкций. Девальвация рубля Раши началась только в конце года и, по сути, она не затронула инфляцию. Всегда есть лаг между девальвацией и инфляцией приблизительно 3-4 месяца. Я прогнозирую, что девальвация рубля Раши достигнет приблизительно 20-25%. То есть абсолютно реально, что мы будем иметь 100 рублей за 1 доллар к концу этого года. По данным Росстата, цены Федерации растут на все группы товаров. Продукты в среднем подорожали за год на 10%. Рекордсмены – молочка, которая выросла в цене более чем на 15%. А еще сахар и хлеб – они подорожали на 13%. Непродовольственные товары теперь стоят в среднем на 12% больше. Стоимость услуг ЖКХ тоже выросла более чем на 12%. Российское правительство в 2022-м повышало цены на коммуналку дважды. На 70% подорожали все услуги, которые служба статистики Федерации называет сегмент зарубежного туризма. Значительно подорожали медикаменты и многое другое. Дорогой Владимир Владимирович Путин. Почему дорогой? Потому что очень дорого вы опойтесь нам, народу всей России. Как можно прожить, если мы рот 11500, а пенсия 8-9 тысяч? У нас пожилые люди не могут себе позволить купить даже сейчас лекарства. За последний месяц продукты подорожали настолько, на 40, на 50, на 60%. Подорожало все абсолютно. ГСМ растет. Как выживать? Россия начнет печатать деньги. У нее дефицит бюджета очень большой. Валютных резервов не хватает. Она начнет печатать деньги. Это тоже дополнительный фактор инфляции. При этом Кремль удерживает уровень бедности населения на прежней отметке. Вот только не за счет программ по преодолению безработицы, развития или поддержки малого бизнеса вовсе нет. За счет суммарных выплат мобилизованным, раненым и погибшим на войне в Украине, считают аналитики Bloomberg. Россия выделяет две трети своего бюджета на войну и соцвыплаты тем, кто живет за чертой бедности. Для малоимущих россиян пособия по ранению или гробовые – главная финансовая опора. Всплеск социальных и военных расходов в сочетании с сокращением доходов от продажи нефти и газа сделает бюджетный баланс России в этом году необычайно хрупким. Столкнувшись с риском дефицита доходов, правительство может выбрать бюджетную консолидацию, позволив инфляции частично подорвать реальную стоимость социальных пособий. Александр Исаков, российский экономист. В интервью Bloomberg. Основной удар в прошлом году пришелся по российскому среднему классу, считают экономисты. Теперь он составляет всего десятую часть населения Федерации. Средний класс – это устойчивость общества во всем мире, не только в Раше. Во всем мире эта цифра в цивилизованном мире существенно больше 50%. В Раше он тает на глазах, мобилизация тоже подрывает это в средний класс. Я думаю, к концу года уже мы будем говорить не про 10%, а про 7-8%. И это, конечно, очень жесткий, сильный удар по устойчивости экономики Раше. Дальше лучше не будет. В этом году, по оценкам Bloomberg, только на выплаты военнослужащим из бюджета Федерации уйдет больше триллиона рублей. А еще миллиарды пойдут на саму так называемую спецоперацию. Впрочем, чиновники Российского Центробанка и Министерство экономики Федерации излучают оптимизм. По их прогнозам, в 2023 году инфляция в России составит от 5 до 7%. Но в реальности, говорят эксперты, экономика России будет лишь деградировать. Юлия Безбородько для телеканала Freedom.